Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Ну вот сейчас в моей рубрике аналитических разборок будет ещё очередной товарищ. Письмо мне прислали мои зрители, как всегда, собственно, почему я решил всё-таки взять и экспромтно, так как часто это бывает, записать аналитический разбор. Ну, посмотрел я эти 10 минут этого товарища, зовут Александр Алексеевич, такой позиционирование себя типа качок, такой культ тела и так далее. Ну, хорошо, отлично. Потом, кстати, покажу, если не забуду, что писали люди под этим видео, тоже очень интересные пару, может быть, комментариев дам. Давайте начнём, терять время не будем, слушаем, а я буду комментировать. Тема сегодняшнего видео – сыроедение. Значит, ребята, я ни с кем не собираюсь спорить, никому ничего доказывать. У меня канал для нормальных людей, именно для нормальных людей. Вы знаете, вот... Ну, а поскольку, так сказать, сыроеды люди ненормальные, то им доказывать, что он ничего не собирается. Он собирается самоутвердиться, видимо, судя по всему. Буквально на днях был такой случай. Гуляю с Алисой в унашком скуре. Молодец, с Алисой он гуляет. В общем, папа в 57 лет, хорошо, это, так сказать, тоже похвально. Только вот, честно, не стал бы хвастаться вот этими всеми вещами. Даже не хвостостроят как-то бокс, что ли. Ну, да ладно, всю жизнь на показ выставлять, или как будто институтка, там, 15-летняя, так сказать, не пойми, какая-нибудь блондинка с крашенными ноготочками, силиконовыми губками и всё такое, которое всю свою жизнь показывает на камеру. Это противно, когда мужик почти 60 лет этим ерундой занимается. Ну, ладно, эмоции. Дальше он будет сейчас всякую глупость говорить, минуты две терять, я это переключу сейчас. А о том, какой, так сказать, человек, там, его окликнув, узнал его подписчикам, это приятно, понимая, значит, хороший человек. То есть, минуты две он про канал будет говорить, что, так сказать, вот, приветствует людей только разумных у себя на канале. А интересно, в мог бы, вот он говорит, не хочет, а мог бы он влезть в тонкости медицины, я полагаю, что совершенно нет. Это, кстати, будет очевидно из того, что он будет говорить дальше. Ну, вы послушайте сами, дорогие друзья, и скажите, кстати, также напишите, вот, какой ваше вот с самого начала, просто вот взглянув на человека, несколько секунд послушав, как и что он говорит, какое у вас мнение сложилось о нём, как о вещателе, как о специалисте. Ну, а в конце, как я разберу, это видео тоже напишите, как-то оно изменилось, нет, будет интересно. В форуме напишите под видео. ...постыми словами, чтобы всем было понятно. О пользе сыроедения, я думаю, слышали все, вот, надо и вот это, и вот это. Первые люди там занимались сыроедением, ели всё сырое, там мамонта сырого ели. Всё намешал вперемешку, всё. И мамонтов сырого, видимо, книжек умных, картинки, вернее, даже не почитал, а насмотрелся картинок художников для детей, когда это были в советское время книжки, там про мамонтов очень любили рисовать, как люди их камнями забивали, такие, так сказать, в карикатурном виде мультфильмы снимали, в том числе советские. Ну, очень приятно. Ладно, хорошо, мамонты и так далее. Занимались сыроедением, вот само выражение, заниматься, как можно вообще заниматься жизнью, просматриванием фотографий можно заниматься, а заниматься любованием природы, например, нельзя, это естественное ощущение, естественное состояние человеческой души, так сказать, и так далее. Это просто питание. Сыроедение – это вообще просто питание, естественное питание, какое природа предусмотрела для всех живых существ на нашей планете. Других вариантов типа питания в плане естественности, сохранности всех питательных веществ просто не существует в природе. Да мало ли что человек, так сказать, придумал, и как он стал извращать законы природы. Сейчас вообще много извращенцев. То, что было раньше, сразу сравнивать с неандертальцами. Прекрасно, может, его предки и есть неандертальцы, но это не значит, что предки всех людей современных есть андертальцы. Картошку сырую копали и ели, все ели сырую. Вы слышите, что сказал? Во-первых, картошку сырую в Перу, может, и ели, и едят, и правильно делают. Там их вон 500 видов, говорят, а даже некоторые 3000 видов картошки, сортов там и так далее. Хотя есть и дикие представители, всякие бататы там и так далее. Но дело не в этом. А как это можно сочетать с мамонтами-то? Если уж мамонты, то северное полушарие, картошки никакой здесь отродясь не было. Ну, он понапихал все вместе. А какая разница? Ведь у него же есть задача, у него протест внутренний есть. Он так не любит все это сыроедение, он так их не любит, всех сыроедов, этих противных, что можно и с картошкой, еще с перцем, чили. Ну, вы знаете, давайте не будем забывать, что в то время человек жил до 20 лет. То есть принцип был какой? Я в шоке. По-быстрому родиться, по-быстрому сделать детей при первой возможности. Вот так вот. В общем, можно смело умирать, потому что как бы жизненный цикл закончен. Жизненный цикл? Да, прекрасное представление о прошлом. Такое вбитое в подкорку, в подсознание эволюционистами. Кстати, посмотрите, если будет интересно, потом вот это видео про эволюцию, про вот эти все неандертальцев и так далее. Да, теперь вот, конечно, можно говорить эту ахинею, естественно, она в умах людей сидит крепко. Еще, быть может, многие поведутся на это, так сказать, как доказательство. Не доказал ничего пока, по крайней мере, да? Потому что это не доказательство, а верование. Это тоже как в Бога Кузю или кто-то там верил. Это вот, в общем-то, на этом же уровне абсолютно, потому что доказательств нет никаких. Я не буду сейчас пересказывать и там Дарвина того же цитата лично приводить в пример. Это все было предположение, выстроенное в некую гипотезу. Теорией это назвать нельзя, потому что теория – это гипотеза, подтвержденная фактами. Фактами эволюции подтверждена не была. А все то, что сейчас говорит этот товарищ, это просто за уши притянуто на основе веры в эволюцию. То есть, позанимались сыроедением. Опять, позанимались сыроедением. Да что же это такое? Как можно позаниматься сыроедением? Давайте позанимаемся питанием. Вот эти племена бушменов, еще там каких-то там австралийцев. Австралийцы едят насекомых, едят, забивают камнями всяких животных и стрелами, и там пиками и так далее. Едят, при чем тут сыроедение? Такие маленькие. Они жарят. Видели фильм? Видели, потому что паразитов много, про которые, кстати, он правильно скажет впоследствии. Вот это он молодец, что скажет. И там много причин на то, что они сыроеды, что ли, бушмены? Наверное, боги сошли с ума. Вот вам хороший принцип сыроедения. Где? Какой? Когда в основном применялись сыроедения. Ах, в основном? Не надо, не надо, Вася. В основном и сыроедение от разные совершенно вещи принципиальные. В интернете полно ссылок. Стоит там, ну, блин, ребята, ну, вы понимаете, стоит какой-то химик, какая-то захимиченная по самые уши девочка, которая, блин, бреет грудь, у которой волос больше на груди, больше, чем у меня, бреет грудь, бреет задницу, блин. Ну, она... Он что, идиот? Это от мужских гормонов. И? И что? Ну, она, я вот занимаюсь... Чего только в интернете нет. Чем занимается она? Сыроедение, вот эта курица, блин, чешет, всё нормально. Обалдеть. Вообще-то, конечно, есть извращенцы, но практически среди сыроедов таких извращенцев нет, потому что сыроедение открывает разумное мышление в большей степени, чем любое другое питание, и потому сыроедов нет курящих, потому что сыроедов, поэтому, нет пьющих. Сыроедов нет практически тех, кто накачивает химией своё тело каким-то образом, потому что они понимают, что это абсолютно неестественно, это извращение, это, так сказать, противоестественный против природы человека, им это противно, они этим не занимаются. Единицы, может, и есть, но зачем приводить единицы, как будто сыроеды это именно такие люди, про кого он сейчас говорит, самую грязь, самую погонь, какую-то глупость несвязанную нашёл, и валит всё в одну кучу, и всё на сыроедов. Она вылечила все болезни, занимаясь исключительно сыроедением. Стоит химик, блин, банки лопаются, но он чешет, я санцеед, сыроед, я сырую воду, сырое мясо. Вы понимаете, хоть о ком он говорит? Ну, приведите мне пример такого сыроеда, просто мне это неинтересно посмотреть, прослушать, может, тоже обзор на него сделаю. Ну, что это за бред? Может, и есть кто-то такой, я, не знаю, хотя я знаю, ну, так сказать, в этой среде, ну, очень большое количество людей. Ну, что же за бред? А давайте сейчас приведём в пример мясоедов, варёноедов, которых большинство. Так и что, там извращенцев, всяких дегенераторов, химиков, как он говорит, и прочих нет, что ли? Что же он за бредятину несёт? Он в каком мире иллюзорном живёт или что пытается сделать? Вот за счёт этого я исцелился от всех болезней, у меня вырос вот такой бицепс, ну, ёлки-палки, ну, блин, вы понимаете, ну, вот это... Такое можно сказать только дебил. Бицепс может вырасти по причине того только, что есть активная физическая нагрузка через «не могу» изнурительное, длительное на определённые группы мышц, которые начинают расти, когда организм понимает, мозг понимает, что недостаточно, скажем, мышечного волокна для выполнения определённых нагрузок, которые человек заставляет себя выполнять вот в этих группах мышц. И плюс строительный материал, то есть белок, ну, вернее, протобелок, то есть аминокислоты, естественно, и другие необходимые питательные вещества, которые совершенно не обязательно набирать с животной пищи вообще, а вполне возможны. И с растительной просто, так сказать, нужно знать определённые вот эти две вещи и не путать и не иметь дефицит этих питательных веществ, поступаемых в организм. Вот посмотрите мою лекцию, кто хочет понять, о чём речь, как набрать мышечную массу. Идём дальше. Шану, она с ушей спадает, потому что размеры эти не держатся. Да. Значит, ребята, я не буду там... А, кстати, а вот майка, ребята, вот эти майка у него тоже не держатся, что он так её снял? Или в солнечной ванной? Ну, мне почему-то так кажется, что он так же красуется, как вот тот прошлый товарищ, про которого я разбор делал, ну, в аналитических разборках, прошлую серию. Наверное, по этой же причине какая-то мания у них показывать свои, так сказать, торсы. Ну, скажем так, обычно это делают тогда, когда не хватает мозгов. Обычно. Смотрите, заразы сейчас, сами знаете, сколько. Все вот эти коровы, блин, свиньи, курицы, оно всё больное, всё зараженное. Прекрасно, не надо их есть. Такую блячку можно поймать, блин, от этого сырого мяса. Сырого? Кстати, вот давайте так, видите, он несёт что? Что сыроедение и через слово мясо. У него мясо и сыроедение. Как будто человек совершенно не понимает, что сыроедение в основном, в 99% случаев, как минимум, это потребление живой растительной пищи без термообработки. О чём ему, кстати, стали, вот тут как раз сказать, об этом показать будет разумно, ну, каждое второе-третье письмо про то есть, что всё здорово, только сыроед есть свежие овощи, фрукты и так далее, но никак не сырое мясо, об этом тут, ну, куча писем. Ну, на что он стал отвечать, видимо, поняв, что сделал в глупость, а иначе, если он, понимая раньше, что говорит ахинею, поправился бы и сказал. Ну, я говорю о сыроедении, так называемом палеосыроедении, то есть, тех фантастов верующих, которые решили, так сказать, себя наименовать потомками неандертальцев и решили быть такими же неандертальцами, о которых они узнали из книжек авторов-фантастов, которые именовались как научная или какая-нибудь просветительская литература, да, так сказать, поверили в это и вот решили себя такими неандертальцами почувствовать, видимо, их от этого как-то прет, как сейчас говорят. Ну, ладно. И тут он решил написать, и правильно, значит, плохо ты владеешь вопросом, правда, выпендрился, это ты, товарищ, значит, не умеешь объяснять и делать акценты, а говоришь так, что тебя люди совершенно объективно, однозначно поймут и сделают замечание, что вообще-то сыроедение, в основном-то это, имея в виду, что, конечно, тут тоже надо было сказать, что есть такое сыроедение оригинальное, это максимум 1% из 100 сыроедов, может быть, даже 0-1% придерживаются вот этого извращения, мясо типа верит, что это, естественно, и нормально для человека, это типа его видовая пища, хотя никаких на то нет оснований, так считать. Но, тем не менее, да, они вот есть такие. Но, в основном, вот так надо было написать, почему я делаю такие акценты постоянно, чёткие, а вот чтобы такие умники ни с одной, ни с другой стороны, люди никакие, не могли, желая того, если ты ошибёшься, хоть в чём-то, хоть в нюансах, хоть в намёках, тебя обязательно поправят. И на основании этого некоторые глупые люди сделают вывод, о, подловили человека, да он не прав, он говорит глупость. То есть, не судят по чётко изложенным материалам, по фактам, по доказательствам, по логике, а по каким-то эмоциям, либо уловкам, которые только и ищут, чтобы на основании каких-то пойманных неточностей сделать для себя облегчённый вывод, что, ну вот, нашли глупость или противоречие, или какой-то недосказ, или неточность, значит, всё остальное глупость, вот это удел идиотов. Ну, он тут пишет, вот разные типы, всё правильно, видать, где-то научился, или, а как иначе можно сказать, не научился, а чё ж он не акцентировал? Ведь явно его, потому что он каждое слово, сыроеднее мясо, сырое, свинина и так далее, он нарывается на то, что ему резонно скажут, ты вообще, дружок, о чём говоришь-то? И правильно. Тут, кстати, есть несколько нюансов, дайте сейчас сразу скажу. Вот пишет человек, у меня ребёнок с рождения сыроед, ни разу не болел, анализы в норме, дефицита никакого нет, а ваши врачи и аптеки – это бизнес-мафия. Дальше я говорить не буду, сами подумайте, как связано там это с питанием, да? Вот тут вот ошибку сделал какую человек, политическую? Он сказал, а все ваши, а ваши врачи, он пишет, и аптеки – это бизнес-мафия. В целом-то он прав, но он дал почву для тех людей, кто совершенно не в теме, сказать, ах, вы поганые сектанты, все вам врачи плохи, там врачи есть и хорошие и так далее. Вот тут, кстати, надо было обязательно сделать человеку так сказать, не ваши врачи, а большинство врачей, потому что учатся и учились, как у Пушкина, чему-нибудь и как-нибудь, потому что верят, а не знают, потому что свою жизнь посвятили не на изучение и профессиональный рост, и не на помощь людям, по сути своей, как дело благое, дело жизни, подвиг, урок свой и так далее, а просто как работу, как бизнес рассматривать. Тогда да, это как бизнес-мафия, которая рассматривает человека как сырье, как собственный источник дохода. Вот если бы так человек написал, сжато кратко, тогда бы не смогли мерзавцы написать ему такое, например, Наталья Ман, еще какая-то Ман фамилия, что ли, или машина. Ну ладно. Да-да, врачи-убийцы, таблетки, зло, прививки, происки Запада. То есть человеку надо было, конечно, вот это вот акцентировать, а то понятно. Да, Наталья и Ижи с ними подобные. Таблетки в основном это зло. Это не значит, что нет в индустрии медикаментов необходимых, которые действительно в данный момент времени человеку могут быть нужны, как, ну, чуть ли не единственное средство под рукой. Да, в запущенных случаях, да, это действительно необходимо. Тот же волокордин, прочие, действительно есть препараты. Пусть даже та же ножпа в определенных случаях. Прекрасные, нужные препараты. Но человек совершенно правильно сказал, что в целом таблетки зло. Это не значит, что нет исключений. Это не значит, что не должно быть промышленность этой. Только совершенно 90, там может быть 9% ее. Это зло, действительно. Прививки, происки Запада. Это частично происки Запада, потому что все неопробованные, так скажем, новые, экспериментальные. А иногда, может быть, и, ну, не будем развивать эту тему. Посмотрите червонскую доктора наук и, соответственно, врача-иммунолога, а не какого-нибудь терапевта, и тем более Васю или Наталью вот эту, Ман. И тогда поймете, в чем суть. Не надо надсмехаться над тем, что вы не способны понять органически, тем более, так сказать, глумиться. Вам так легче будет жить, чтобы плыть по течению любимой цивилизации, которую вы так обожаете. Потому что она вам дала самое главное для вас, что вам так трепетно и дорого. Возможность быть бездельником, лентяем, тунеядцем. Просто паразитом на теле Земли. Потому что искусственный мир позволяет одним человеком создавать продукт для тысяч людей. И вот этой тысяче паразитировать. Грубко, один будет работать хоть как-то, хоть на комбайне, суперкомбайне, создающем вам, скажем, какое-то пропитание, которое потом в супермаркеты идет, с миллионами тонн полиэтилена, упаковок, уничтожая планету. Хотя это все не нужно, никакие эти полиэтилены и упаковки. Вот эти продукты, которые продаются в супермаркетах, да там 99% также, это не продукты. А то, что создал человек путем манипуляции комбинаций несусветных, непонятных, которых в природе нет, и даже аналогов, это извращение, это не нужно, да, это зло. Ну и дальше она пишет, умничает. Когда же вы в лес-то все уйдете жить, с забором себя отнесете? А когда же, так вы себя уже отнесли. Мы-то как раз люди, нормальные и здравомыслящие, как раз радуемся, что вы себя дураке обнесли забором и живете в железобетонных коробках, радуясь этой псевдо-жизни. Поэтому вы себя так низко успокаиваете, обманываете себя, успокаиваясь этим. Что вы якобы живете правильно, потому что большинство людей, считали, что это цивилизация, это естественный ход развития жизни, это естественный ход деградации и вымирания. И как раз деградация не только физической, но и моральной, духовной, ментальной. Поэтому и люди не способны стали большинство воспринимать вообще какую-то логику, и поэтому слушают вот такого человека, как говорят people hub, да, как на телевидении. Это ничем, по сути, не отличается. Тут еще меньше интеллектуальный посыл. Кстати, дорогие друзья, подпишитесь обязательно, поставьте колокольчик, если вы колокольчик не поставили, вам уведомления о выходе новых видео приходить не будут. Значит, вы пропустите, а возможно это будет важно, и потом будете спрашивать, а где что. Будем давайте корректным, если вам мой канал интересен, вы обязательно ставьте колокольчик. Ну, идем дальше, слушаем за логикой его. От сырых яиц, которые, кстати, не усваиваются почти. Ну дебил что ли, я вот просто не могу сказать. Ну просто, это просто пипец. Вот с чего он взял, что сырые яйца не усваиваются? Другой вопрос, что проблемы в так называемом усвоении сырых яиц не в яйцах сырых, а в белке. В том самом белке, который сырой является в большей степени антигеном, чем естественно вареный. И только в этом, потому что вареное яйцо способно еще частично перерабатывать определенные патогенные бактерии, ну, в нашем кишечнике, кто ест вареную жареную пищу, а сырые в меньшей степени. Сырые в большей степени белки, недонатурированные, проникают через тонкий кишечник в кровь, в непереваренном виде, в большем процентном соотношении, чем вареные белки. И они моментально и в большей степени вызывают вот эту реакцию антигена-антитела, когда иммунные клетки уничтожают белки, попавшие в организм, то есть чужеродные агенты, вот эти белки. И возникает вот это вот, так сказать, в результате реакции в образовании гнойных токсинов, трупных ядов, кадаверин, путерисцин и прочих, которые травят организм, делают дополнительную нагрузку на поджелудочную, на печень, на почки, перегружают организм и накапливаются в клеточном, межклеточном, вернее, пространстве. И, естественно, травят организм человека, приводят к нарушению процесса деления клетки, метозы с образованием аномальных клеток, то есть онкологии, увеличивают развитие грибков, микромицетов в организме, они питаются на этой почве, которая тоже приводит к болезни. А пока вот такие умники качаются, ну, все в свое время свободное тратят на такое интеллектуальное занятие, увеличивая свою мозговую, так сказать, способность, вероятно, накачивания мышц, они хорохорятся, потому что, да, они здоровые относительно, они могут больше пройти, пробежать, поднять и так далее. Правда, умирают от инфаркта очень часто, что, скорее всего, случится и с этим человеком по определенным признакам я это вижу, но это ладно, это будет чуть позже, пока же можно хорохориться, пока жив? Ну, ладно, можно плевать на природу, на естество ее, что для всех живых существ на своей, вот этом вот своем столе, да, скатерти, самобранки, как я говорю, постоянно, скажем, природа все предусмотрела, испитание, а для человека такого, бога, видимо, или, может быть, дегенерата, ну, тут вот, либо-либо, не предусмотрела, по его словам, а может, все-таки предусмотрела, и, может быть, у нас те же самые биохимические процессы идут, как и в любых живых существах иных, так тогда нам достаточно того же, что природа предусмотрела для нас, естественном виде, но он говорит совершенно попутав и смешав все вместе, ладно, он говорил о вреде веганства вообще, то есть нужно жрать, мол, животную пищу, а здесь он говорит немножко о другом, такой оригинал, о том, что вредно есть именно сырое все, надо вареное, видимо, вареное и дало толчок к эволюции, как ему в мозги в канифолили некоторые умники из старых книжек, поверившие в это, потому что сами очень любили пожрать бифштекс с картошкой жареной, ну, молодцы, что ж, научные доказательства здесь весьма сильны и уместны, да. Берем самые нормальные продукты, садика там с бабушкиного огорода, ребята, земля заражена, вы посмотрите, вот в каких условиях мы живем, казалось бы, вот питание там из деревни, там фермер, ребята, да вы знаете, сколько, блин, вот этот фермер гоняет в эту землю фармы для этой картошки, для зерна, чтобы оно дало урожай. Так про что он сейчас говорит? Про то, что вся современная пища напичкана химическими вредными веществами, кстати, слушайте, какая аналогия с тем умником, который с Болином вещал, весь тоже голый, в татуировках, вот этот кадр, да, который тоже, ведь все они говорят примерно об одном и том же, есть оригиналы, которые отличаются от других, вот как этот, например, вспомнив про палео, так сказать, называемые диеты, ну, значит, давайте послушаем, что он дальше-то говорит, ведь он же мешает одно с другим, все вместе, вроде бы на эмоции в основном все пытается перевести. Который мог бы оправдать затраченные усилия, потому что иначе фермер этот разорится нахрен. Нет, не разорится, фермер просто иначе будет продавать выращенные экологические продукты дорого, и люди всегда умные найдутся, которые купят в пять раз дороже, но не гэ, вот тут, кстати, да, многие ведь это не понимают, действительно, вот тут я с ним согласен, но в каком плане, что деградация настолько сейчас сильна, ладно, человек говорил, я вот совсем малоимущий, ничего не могу сделать, я и бездельника работать не хочу, и не могу, и допустим, ладно, человек инвалид, все можно понять, такие люди тоже есть, безусловно, не могут, финансово, ну никак, ну жизнь разная бывает, согласен, но если человек просто по той причине, что он плюет на это все, говорит, ну коль в магазинах продается, значит это все можно есть, потому что проверку прошло, но он дебил, конечно, как и те говорят, что же вы, ха-ха, вся медицина, это что, все для вреда сделано, на вред человеку, это все на пользу, все для нашего блага, ну тогда я вообще не понимаю, в каком мире человек полагает, он живет, вероятно, действительно, он считает, что все сделано для блага, потому что, еще раз повторяю, цивилизация дала ему возможность бездельничать, и только от этого все посылы и натуги идут, что человек неспособен и не хочет трудиться, задницу поднять, ну не может он сам вырастить, не хочет продукты экологически чистые, хотя было бы желание и самоцель, хотя бы часть цели в этом, человек бы решил эту задачу, когда всегда поднимается со стула, когда речь идет о смерти и жизни, и уж тогда он находит те выходы из положений, которые не нашел бы еще вчера, не по причине невозможности нахождения он их, а по причине своего безволия, бессилия и лени, самое главное, а тут нет, встрепенется и найдет, когда припечет, ну так вот, можно найти фермеров, которые выращивают дорогую, качественную пищу, и покупать дорого, коль сам не выращиваешь, потому что да, нашу цивилизацию до того, любители цивилизации довели, и те, кто за ниточки дергает, все управляемые процессы, которые происходят сейчас в мире, не только сейчас, и сто лет назад они были все управляемые в той или иной мире, и тогда все идет к тому, чтобы люди были под контролем, полным и тотальным, а контролируя питание, пищевую индустрию, надкорпоративные все эти системы, они контролируют человечество в целом, и вот такие дурачки даже не понимают, что это называется беструктурный метод управления, когда ты вроде живешь и думаешь, что ты умник такой, и ты такой самостоятельный, свободный, ты живешь в таком прогрессивном мире, и все передовое человечество должно быть благодарно за технические прогрессы, и так далее, ну и при этом, при всем, ты выполняешь то, что хотят от тебя кукловоды, только это ты не понимаешь, поэтому считаешь себя не рабом на галере, а свободным человеком, а на самом деле ты тот же раб, просто у тебя есть иллюзия того, что ты свободен, а знаний ноль, но желание выпендриться и показать себя умником огромное, молодцы, есть у меня нормальные мужики, по интернету тренируются, которые занимаются вот этим делом, вот этим делом, то есть занимаются тем, что развивают себя, свой, скажем, урок индивидуальной эволюции в этом мире, свой персональный, души проводят, за железом, качают штанги, тунеядцы и бездельники лучше бы на грядках качались, и себе бы создавали, и своим семьям, да еще бы на продажу, качественный, экологически чистый продукт, не хочу даже спорить, при варке все же, ну, часть витаминов каких-то теряется, ну, уходит, а помимо витаминов что-то есть, там минералы есть, это же и вредное, все, что заражено в почве, охренеть, стоп, секундочку, а зараженное в почве, при варке уходит, то есть витамины разрушаются, и это он считает, что, ну, ладно, давайте так, совсем для дураков, вот поле, рядом машины ездят, шоссе, ну, и тяжелые металлы, в том числе, свинец, допустим, осаждается в почве, ну, километр-два, ну, хорошо, собирают картошку ту же самую, на поле 100 метров от дороги, там тяжелые металлы, свинец тот же, ну, и человек ее варит, он что, свинец из тела картошки, сваркой с водой слитой удаляет, ну, это иллюзия и бред, тогда зачем приводить аналогии, совершенно нелогичные, а логичные, когда он говорит, что, да, часть разрушается, но все равно, ну, что, все равно, так что, полезнее, а в чем-то вареное полезнее, если часть разрушается, но при этом считает, что, а тяжелые металлы, например, другие вредные химические вещества, мол, разрушаются, и все выводятся, что ли, да нет, так же и остаются, поэтому, ешь ты сырую пищу, или вареную, в плане поражения, тяжелыми металлами, и другими токсичными, отравляющими веществами, совершенно одинаково, в той или иной степени, то есть, никак совершенно не связана вареная, в этом смысле, и жареная пища, я просто поражаюсь, ну, откуда такое затмение сознания происходит, ну, вроде, не 15 лет человеку, там, через ЕГЭ не прошел, через там всякие мультсериалы, вот эти тупые, отмороженные, когда там всякие перекошенные рожи летают, там, без эмоций, для детей снимают, вот эти поганые мультфильмы, вроде бы не смотрел, скорее всего, ну, в общем, я просто поражаюсь, на это до сих пор не могу успокоиться, хотя, вроде, понимаю причины все, но поражаюсь, вот, вроде бы, человек о чем-то пытается рассуждать, а тут ведь дело не только в знаниях, в умении анализировать, аналитиков-то и разумных, логически мыслящих людей, единицы, вот беда-то какая, это действительно система образования, потому что и в 70-е годы она уже была не та, то есть, люди по 60, даже 70 лет, это уже не могли прочувствовать, и воспитываться такими разумными, мыслящими людьми, критически мыслящими разумными, как люди, скажем, в 30-е, 40-е годы, в 50-е, когда еще учебник логика был, для старших и средних классов, при Сталине был учебник логика, вот кого, кстати, воспитывали, шестеренки бездумные, или свободно мыслящих, разумных людей, ну, коли они учили, учились логики, науки логики, так вот, вот этот учебник я рекомендую, давайте, давайте, читайте, учитесь мыслить, и статистику не хочу сыпать этими умными названиями, а знает ли этот товарищ статистику, какими умными названиями он сыпать не собирается, и, кстати, может быть, он не собирается сыпать умными названиями, по причине того, что он не знает умных названий, или повторить может, но понять смысл умных терминов не может, Самое простое, вот эти паразиты, глисты, приведу такой пример, у меня был знакомый, заболел. То есть, мужик не пил, не курил, здоровый образ жизни. На него все, ага, кто не курит и не пьет, помрет здоровеньким. Ну, это понятно. Вы знаете, эту дурацкую, честовку этих, блин, алкашей, ведущих, как они называют, здоровый образ жизни. Я не против, ну, выпил там человек где-то сотку эту, расслабился, ну, это все нормально. Нет, это не нормально, я против, это не нормально. Ну, не нормально не потому, что я против, а потому, что я прав. Мне, кстати, все равно, как я считаю. Вот мне лично для себя, я всегда, меня это тоже, знаете, бесит. Вот мне плевать, как лично я считаю. Я знаю, что я просто прав. Почему? Потому что я истину говорю в этом смысле. Какую истину в данном контексте? Очень простую, что алкоголь это протоплазматический яд. Что, применяя алкоголь, люди становятся алкоголиками. Люди не становятся алкоголиками, если они не начинают в своей жизни ни капли, и потом впоследствии пить ни капли алкоголя. Миллионы алкоголиков, это те, кто начинали употреблять алкоголь, неважно в каких количествах, лукавый разговор о мере, о дозе. А дальше я знаю также, что миллионы людей убивали друг друга по причине алкогольного отравления, попойки. Что они детей выкидывали, давили, там, душили и так далее в угаре попойном. И много преступлений разных иного рода, поджогов и прочее совершали именно в алкогольном отравлении. Я также знаю, что алкоголь разрушает мозг головной. Я также знаю, что алкоголь разрушает половую сферу и приводит к генетическим мутациям. Впоследствии алкогольные, так называемые, все эти свадьбы, алкогольные праздники, когда рождаются дети молодого урожая, вина, дебилы, там, олигофрены и так далее. Это все мы прекрасно знаем. Поэтому я против, если я человек, если у меня есть гражданская позиция, если мне не все равно на будущее, так сказать, своих и не своих, а всех детей в моей стране, и просто людей, детей всех жалко, и людей, нормальных людей, но детей-то уж точно всех жалко, дети все нормальные изначально, чистые, светлые в этот мир. Они приходят, пока их чему-то плохому не научат, их взрослые своими примерами, жизнями и так далее. То вот их жалко, и мне не хочется, чтобы дети начинали пить и превращались в подонках, мерзавцев, ублюдков. Алкоголики, они всегда подонки, мерзавцы, ублюдки. Ну, да ладно. Так что вот еще один момент, но очень показательный. То есть мы как бы нормальные люди, я не приемлю это для себя, но нормально отношусь к этому. Очень плохо, что нормально. Я, например, к уничтожению своего народа нормально не отношусь. Вы знаете, все комиссии, лучшие клиники города не могут найти причину. Это вот самое простое. Здоровый мужик. Правильно, правильно. У него, блин, боли в правом боку, все анализы, все нормально. В правом боку наверняка были аписторхи, хотя, может быть, анкилостомы. Ну, короче, дело в паразитах, о чем я всегда и говорю. Но только, дорогой товарищ, это не важно, человек был сыроедом или вареный едом, а человек и на вареной пищи, с плохо проваренной, прожаренной пищей, с вяленой рыбкой, воблой рыболов. Он тут скажет, что он рыбак заядлый, рыболов, вернее, правильно сказать, потому что рыбак профессионал, а рыболов любитель. А действительно, люди, которые едят большее количество сырой пищи, в большей степени находятся в угрозе, факторе риска по паразитам. Но здесь этот надо вопрос понимать, голову в песок не зарывать и просто два раза в год любому человеку, вне зависимости от питания, но в зависимости от того, как человек соблюдает правила гигиены, насколько он серьезен в этих вопросах, а это касается совершенно... Вот мясоед идет, заходит в дверь подъездной своего дома многоквартирного, например, живущей в городе. А рядом площадки игровые. Дети играют, песочек, собаки бегают, дикие в том числе. Будьте уверены, вы тоже будете заражаться только с переносом майского сухого ветерка. Яйца гельминтов будете вдыхать, тех же токсокар собачьих аскорит, и вы получите заражение. И что? Какая разница, чем вы питаетесь? Вы в зоне рискаете и другие. Да, в большей степени сыроеды, но два раза в год, проходя антипаразитарную программу, вы эту проблему решите. По-другому никак. Сразу наперед скажу, кто еще не в теме. Никакое сыроедение и здоровый образ жизни, никакой самый крепкий иммунитет, из чего только можно выбирать, из самых крепких людей, не способен справиться с паразитами. Извините, это не бактерии, не грибки, не вирусы, это не одноклеточный организм, это сложные многоклеточные животные, имеющие многослойные защитные оболочки, противостоящие кислотам и прочим. А уж наши иммунные клетки, а что такое иммунные клетки, это одноклеточные структуры, лимфоциты, макрофаги, которые могут поглотить тоже одноклеточную структуру, либо лизировать оболочку какой-то конкретной клетки чужеродной, таким образом уничтожая ее. Ну так вот, многоклеточный организм, наши одноклеточные создания, наши иммунные клетки не способны побороть, поэтому я поражаюсь над глупостью тех людей тоже, в том числе некоторых сыроедов даже, которые говорят, что значит, если ты сыроед, если иммунитет крепкий, то никакая зараза к тебе не пристанет. Ну то есть, у человека нулевое, ну может быть образование, нулевая, по крайней мере, нулевой интеллект, мышление, логики нет. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Но он прав, что это группа риска в большей степени, хотя не в два, в три раза, а процентов на 20, на 30. В общем, не могут найти причину. Уложил определенную сумму в это дело, желтый, в общем, мужика скручивает от диких болей, еле ходит. Не могут найти причину. Лечили долго. Потом кто-то из врачей додумался, взяли, в общем, на кровоанализ на глистов. Врачиха говорит, блин, да у тебя глисты. Три таблетки. Ну, мужик после этого, в общем, начал жить нормально. Я не скажу, исцелился сразу, потому что они поймали аскориду. Им, кстати, по статистике заражено более 70% всего населения. Правильно, правильно говорит. И не только аскориды, и острийцами, и многим другим. Иммуноферментный анализ крови ему наверняка сделали, определили, может быть, только аскориду. И я точно знаю, что поскольку проблемы с печенью, там 100% были наверняка, аписторхи. И также я уверен в том, что этот человек никакого отношения к сыроедению не имел. Его друг, про который он говорил, про армию. В армии нет сыроедов, там не кормят сырой пищей у нас. И поэтому, собственно говоря, посылы его натуги все, вот противостоять так злобно в агоне и биться насчет негодования. Про сыроедение это идиотизм. Безусловно, показуха, которая просто вот я не понимаю, кем может быть не понятый, кто может на это повестись, что мол, да-да, человек все правильно сказал, сыроедение это плохо. Он что-то доказал, что сыроедение плохо, помимо верований своих и размахиванием майки. Просто вот человек может ее носить, не знать, что она... Конечно, может. Не хочу пугать никого. Ну почему? Правильно. Ну что правильно, то правильно. И был санинструктор, который вот... В армии санинструктор. Рука болит, на тебе таблетку, нога болит, на таблетку, голова болит, на таблетку. Говорю, от чего ты кормишь их? Да, говорит, таблетки от листов. Говорю, так елки-палки. Ну вот, говорит, если вот это не поможет, потом будем лечить дальше. В целом это правильно. Только, конечно, когда рука или нога болит, надо вообще посмотреть, нет ли ушиба, растяжение, и иных повреждений. И уж тут таблетки от листов не совсем правильно. Хотя, действительно, любому человеку надо проходить два раза в год. А уязвимые группы, например, каких-то профессий, кто работает в животноводческом секторе, на каких-то зверофабриках и так далее, там надо минимум четыре раза в год проходить эту программу и соблюдать жесточайшим образом правила гигиены. Кстати, как соблюдать правила гигиены? Как переходят, переносятся вот это поражение? В зависимости от того или иного вида паразита трех основных групп. Так вот, посмотрите в моей лекции паразиты, кратко, если захотите, под ним потом найдете сами более полную мою лекцию о паразитах. И обязательно посмотрите видео гриб-лисички. Говорю наперед, потому что многие будут спрашивать, ну а как же быть, что делать, как излечиться. Вот посмотрите мое видео гриб-лисичка и под ним нажмете. Еще откроются ссылочки, и вы все поймете. И антипаразитарный набор, что такое. Какие варианты лечения есть. Категорически не рекомендую все вот эти препараты, химического, кстати, производства для лечения паразитов. Потому что, во-первых, непродуктивно, крайне вредно для печени и для крови. И это я рассказываю в своей лекции о паразитах. Посмотрите, это должен знать каждый человек. По крайней мере, вот увидеть, услышать, проанализировать, понять и сделать для себя вывод. Я тем самым свой гражданский долг в этом смысле выполню, а ваше уже, пожалуйста, решение за вами. Как вы отнесетесь к этой информации, плюнете, не будете смотреть. Посмотрите, плюнете, посмотрите, примите к сведению. Идем дальше. Ребята, это страшное дело. Ну, кто хочет заниматься, ну, занимайтесь. Ну, это как бы одна сторона вопроса. Есть еще и другая. Не может человеческий организм усвоить белки, вот эти полезные вещества из сырых продуктов. Стоп, давайте так. Белки, полезные вещества, кроме белков. Есть полезные вещества? Почему все акценты на белки? Потому что мозги у качка, у человека, так сказать, кто занимается в качалках, все мозги заточены под белки, что ли? А других питательных веществ нет. Так вот, я вам скажу, что большинство питательных веществ организм человека и любого животного не может усвоить именно в вареном. То есть, после варки большинство питательных веществ разрушается. А теперь ликбез для совсем двоечников. В школе уж не говорю про тех, кто учился в институте. Потому что еще в школе изучали, что есть такое понятие, как полная и необратимая денатурация белка. Это утеря природных свойств, способностей живой клетки, к делению, размножению, к жизни вообще. Полная и необратимая денатурация белка происходит при термообработке плюс 70 градусов. Поэтому, когда варят и жарят, в любом случае термообработка выше. Так вот, белки там все мертвые, денатурированные полностью. И та логика техпалео, так называемых сыроедов, тоже есть в том смысле, что они это хотя бы понимают. Они другое не понимают, что белковая в смысле животная пища, то есть мышечная ткань трупов убитых животных, если мы говорим о мясе, это и есть мышечная ткань трупов убитых животных, то вот это не есть пища для человека вовсе. Это не видовая наша пища по всем нашим морфологическим, анатомическим особенностям, биохимическим нюансам процессов, которые в нас происходят вообще. Это я, кстати, подробно рассказываю в своих лекциях. Начинают там лекции 9 причин болезней, пищеварительная система, да, и так далее. Кстати, посмотрите обязательно лекцию, потом мою дисбактериоз, полную 50-минутную версию. Ну, идём дальше. Скажем, тоже сырое мясо. Вы знаете, человек начал жить лучше. Слушайте, вот кому он это говорит? Ну, кто ест сырое мясо? Это только из сыроедов в общем, как класса, так скажем, ну, может быть, один из тысячи. Может быть, один из тысячи, а может, из десяти тысяч. Это несколько человек, это десятки людей таких есть, особенно, особенных таких людей. Я начал вот это мясо приготовлять термическим путём, там, жарить, варить впоследствии. Человек начал жить лучше, когда появилась какая-то цивилизация. Я вообще в шоке. Во-первых, так, когда появилась цивилизация, человек, безусловно, начал жить лучше. Только цивилизация, это не значит, что это варка и жарка. Как раз во всех древних цивилизациях, в той же Древней Греции, об этом писал Пифагор, Плутарх, Сократ, люди питались в основном сырой, живой растительной пищей, как это и предусмотрела природа для человека, потому что мы плодоядные существа по своим всем свойствам и качествам. Он описывал тот же Пифагор древнюю гиперборею, откуда как бы пошла, как он полагал, вся цивилизация белых людей, что жили люди там сколь угодно долго, были здоровыми, описывал подробно. Ели только фрукты, овощи. То есть, он описывал, в принципе, то, что религии даже описывают, когда был так называемый рай, когда питались только плодами люди. И это разумно. Но если уж вы, кстати, давайте так. Вот большинство из месоедов люди религиозные. Ну, вернее, скажем так, среди месоедов много людей, кто ходят в церковь, считают себя религиозными людьми. А вот вы себе сами скажите, товарищи месоиды, я понимаю, вы сейчас начнете цитаты в Библии там искать, где разрешил Бог есть мясо. А к чему вы стремиться должны, скажите мне? Вот интересно, как люди верующие в рай попасть, или с... А что такое рай? Какое там было питание? Там, в общем, были сковородки? Нет, они вообще-то в другом месте, сковородки, где вас будут за это жарить потом обязательно. Даже не думайте. Вы отнимаете жизнь ни в чем не повинных животных, которые хотят жить так же, как и вы, они хотят жить. Чувствуют боль и так далее. И вы, прикрываясь какими-то бумажками, неизвестно кем и когда переписанными, пытаетесь плюнуть разуму, совести, душе своей в лицо, ну, вы получите от этого пинок и сковородку, уж точно. А в раю не было сковородок. И были фрукты, овощи, зелень. Так вот, не стоит ли есть то, что природа или Богом, кто во что верит, нам предусмотрено как видом? Не лучше ли равняться на эталонные, скажем, образцы, примеры жизни людей прошлого, а не на самые худшие? И не от лучшей жизни человек стал есть вареную и жареную пищу, а когда климат стал меняться? Вася, когда вот эти те самые мамонты шерстистые еще жить могли, а люди уже нет, и они печки тогда придумали. Поэтому печка, эти малогие слова, печь, ка, ка, душа на санскрете, ну и, соответственно, печь это греть, то есть душегрейки, то есть те самые конструкции, которые жилища согревали, печки, печка, а то потом уж стали там жарить и варить. Так вот, не от лучшей жизни варить и жарить стали. Вошло потом это в привычку. Микрофлора кишечника изменилась, ну и, соответственно, люди стали говорить все полезно, что в рот полезно. Что хочет организм сам, то и просит. Три подбородка имея, огромное брюхо, тоже у них организм просит. У алкашей организм просит бухла, тоже просит организм, значит, он лучше знает. Я просто поражаюсь над вот этими вот рассуждениями, ведь даже умные люди, порой умные, но неразумные, в чем-то хорошие специалисты, но так спотыкаются вот на этой заковыке, ну в том смысле, что доходят до питания, и дальше логика у них заканчивается, даже у разумных людей. А начинается верование. То, что они так привыкли, они считают, что коль наши мамы и папы так питались, ну, до бабушек еще он вспомнит, но, может быть, видел прабабушку, дальше не знает ничего. Ну, судя по каким-то книжкам, он верит в то, что питались все именно вареной и жареной пищей только, и, собственно говоря, считает, что это естественно, разумная и вполне только единственная возможная и правильная пища. Но почему-то, правда, не думает, что и болезней раньше было меньше, а теперь одни сплошные больные люди, миллиарды людей, миллиарды больных. Пока этого не было, люди жили там до 18 и 20. А вот это вот откуда он знает? Ну вот это он откуда знает? Раньше жили люди. Владимир Мономах 80 лет на коне еще скакал. Сколько Рамзес прожил второй? Сколько об этом есть в манускриптах? Он 80 лет правил только. Ну что за ахинею несет этот товарищ? Я, знаете, вот про эти 18-20 лет, про среднюю продолжительность с 30-40 лет на еще Руси, не то что там в Палеолите, а вот в средние века, у меня очень подробно изложено, не помню в какой сейчас точно лекции, там в нескольких я объясняю всю эту дурь, то есть откуда идет эта вся белиберда, так сказать, где есть доля правды, но только лишь связанная с тем, что это очень умело жонглирует с статистикой. А люди глупые не понимают, что статистика это не только цифры, это еще некая логистика, а почему привязки к этим цифрам, а это почему-то люди, хотя так просто и очевидно, не видят. Так вот в моих лекциях по долголетию, долгожительству подробно я это объясняю. Вот специально не буду сейчас говорить, почему с одной стороны правда, что средняя продолжительность жизни была 35-40 лет, средние века, а с другой стороны это ложь, и много людей жило и по 120, и 150, и более лет. И здесь нет противоречий. Вот если вы считаете, что это противоречие, вы идиот, по-другому я сказать, ну извините, просто не могу. Хотите разобраться, почему я же доказываю, вы же не сможете опровергнуть то, как я это доказываю, если вы послушаете эти доказательства. Ну так посмотрите, это я обращаюсь не ко всем и своим зрителям, кто и так прекрасно слышал, это понимает, сам это знает, но к тем, кто новичок, кто вошел сюда для критики, для злобных комментариев. Ну так вот, если вы дебил, можно и злобно, и сразу комментарии бездумно, ну как протест против того, что я любимый шашлык из брюха вытаскиваю у вас. Ну а если немножко разума есть, можно и посмотреть, если вы хотите повысить свой интеллектуальный, так сказать, багаж знаний. Ну пожалуйста, развивайтесь, я же только за. Я молчу о веществах, которые не вырабатывает организм. Вот самое простое. Не хочу спорить с теми, которые исцелили. Вот если человек жрет вареное и жареное, у него организм очень мало чего будет вырабатывать, потому что вырабатывает организм, говоря, это в основном вырабатывает кишечная микрофлора, которая симбиотическая, родная наша, и кстати, она у всех живых существ, у всех животных есть, тем более высших, так вот она вырабатывает все полезные вещества только тогда, когда пища с этими будущими полезными веществами приходит в сыром, живом, природой данном, неизмененном виде. Только тогда и никак иначе. Все. Да блин, покажите хоть один, но мне 57 лет, но я выгляжу вот так, вот так я выгляжу. Ну еще ширинку расстегни, покажи, как выглядит. Прям не знает, как показаться. Господи боже мой, ну давайте покажем не хрена в 57 лет вот этого смешного, а Ролинга, например, когда он двумя пальцами большим и указательным гнул монеты 25-цинтовой в возрасте 105 лет. Да, он по-моему в возрасте, я сейчас боюсь ошибиться, 104 или 105, его просто сбило машина. Он умер, он кстати был веганом последние лет так 80, что ли, если я не ошибаюсь. Так вот, ну можно сравнить, вот доживет ли этот товарищ до 105 лет, хотя бы просто, доковыляет ли до 90? Нет, конечно, нет. На все есть свои причины, их много. Здесь еще помимо самозабменного упоения своими мышцами надо еще иметь немножко разума хотя бы. Одних эмоций и одних желаний ну никак недостаточно. Самообман вещь поганая, можно, конечно, себя порадовать, похорохориться, но потом будет очень грустно, особенно если прикует кровати. Вот чтобы все-таки этот шанс, конечно, до нуля его свести нельзя, вообще до абсолютного нуля, но снизить очень сильно можно, тогда надо взяться за ум, за разум. Без сыроедения. На моих ребят, которые не занимались сыроедением, девочки, можно посмотреть на канале, можно посмотреть... А мышлением вы занимались? Вот мне интересно, мышлением занимались? Я думаю, нет. Ну хорошо, одни сыроедения не занимались, другие мышлением не занимались. В инстаграме можно посмотреть ВКонтакте, вот эти фотки, видео, это все есть. Нормальные ребята, нормальные девочки... Нормальные как обсудить нормальные? Я посмотрю фотографию и скажу, это нормальный человек. Ну, глубокая мысль, может быть и так, ну, была же наука Евгеника, в принципе, по лицу, по выражению, по мимике и так далее, действительно, можно много искать о человеке, в этом плане я согласен, то есть, посмотреть на них, искать, какие они нормальные люди, под нормальностью понимать, так сказать, что именно, что интеллектуальный человек здоров, или он физически крепок, у него мышцы есть, и он показывает им, мол, вот какой я, накачался, какой я красивый, в этом, если красота это мышцы, хотя это не так, так сказать, одна из, опять-таки, ну, а кому-то нравятся перекачанные, когда там все вены вздутые, и там, так сказать, до сумасшедших пропорций, ведь предела безумия нет, так возникает вопрос, одно дело, чтобы живот не висел из кладки, действительно, спорт это заменитель труда на земле, в естественной жизни человека, на земле, на селе, ну, горожане, понятно, что им делать бедным, ну, да, спортом заниматься, или какой-то физической работы, померной, посильный, это действительно хорошо, это, скажем, не хорошо, не плохо даже, так, это необходимость, чтобы держать себя в форме, и сердечную мышцу, и мышечный тонус всего организма, конечно, это необходимость, но это не предмет гордости, по крайней мере. ...которые не занимались этим сыроедением, вот самое простое, это любой врач это подтвердит, любой врач, почему-то врачи не занимаются сыроедением, доктор... Во-первых, это бред, куча врачей и сыроедов, мне лично пишут десятки и сотни врачей, которые говорят, мы взялись за разум, хорошо вы нас надоумили, я был идиотом, некоторые так прямо говорят, и понял, прозрел, как стыдно, что я раньше этого не осознал, огромное количество врачей, ну, что за ахинею несет, ну, что он клевещет, это же просто клевета... ...разобраться, вот эти, блин, сыроеды, что умнее врачей... Ну, как, есть сыроеды, которые, конечно, умнее врачей, потому что сыроеды, ведь это же тоже люди, это же не какие-то, так сказать, насекомые, это люди, а врачи это разве не люди? Люди, а, скажите, людям свойственно заблуждаться, свойственно, врачи, что не могут делать ошибки, а вы не видели видео, скажем, не читали книги о врачебных ошибках, которые сделаны в том числе по причине низкой квалификации, завышенной самооценки и так далее, и многим другим причинам. Так что, врачи есть святые? Да, действительно, у нас такой стереотип в советских времен есть, и врачи были другие, сейчас все-таки иные в целом врачи, сейчас есть прекрасные врачи, прекрасные. Раньше было больше, как специалистов, как людей, главное тут человеческие качества, конечно, на втором месте его профессиональные. Так вот, по двум этим критериям сейчас врачи в целом уже не те, хотя есть отдельно взятые, очень хорошие, и люди, и врачи вообще по профессии. Но это не значит, что врач в каком-то вопросе не может заблуждаться. Конечно, может. Конечно, может, потому что врачи это те же люди, которые прокатились через ту же призму, через ту же матрицу стереотипов, верований, домыслов. И даже умнейшие хирурги, я знал такие, которые там могут прожить огромную долгую жизнь, быть огромными специалистами, но они просто ни разу в жизни не задумывались над тем, что же мы едим и верили в то, что вот эта вареная и жареная пища, что мясо, это необходимо и полезно. Но они даже не строили логическую цепочку размышлений. А почему? Они в этом никогда не усомнились. Они все, что они знали и говорили дальше, через вот эту призму верований проносили. То есть, как непогрешимость эту идею проносили, что это действительно константа, и все, что за ее пределами, неправда. Поэтому они, конечно, ошибаются, коль они идут против законов природы. Естественно, коль у тебя зубки твои, даже четыре так называемых клыка, на уровне других зубов по высоте, а у даже приматов, фруктоедов и травоядных горилл, например, которые вообще травоядные, именно гориллы, у них клыки в три раза длиннее, чем другие остальные зубы. Я не говорю про сотни и тысячи других нюансов, о которых я во многих других своих лекциях говорил. Не нужно сейчас новичкам здесь у меня на канале умничать и приводить какие-то примеры. Поверьте, что все эти примеры давно разобраны, объяснены. Нигде вы не найдете никакой подковыки. Вот у нас армия врачей, дипломированных, люди, которые учились, и что, сырояды умнее их нет? Конечно, да. Ну так кого мы будем... Конечно, да, потому что сырояды говорят, они видят и не закрывают глаза, что есть законы природы, а природа умнее любого врача и даже стада врачей. И даже кучи врачей, и даже секты врачей, природа всегда умнее, безусловно. А природа в данном вопросе говорит о том, что да, необходимо есть то, что я тебе, дураку, дала. Слушай, мы бежим к этим сыроядам учиться. Вот этим, блин, курицам стероидным. Стоп, стоп, стоп. Какое отношение курицы стероидные имеют к сыроедам? Нашел одну какую-то идиотку, извращенку, и сразу хамить всем сыроедам? Ну так поступают только дебилы, либо подонки? Тем химикам, которые накачали себя стероидами и теперь пытаются заработать на лохах. Ну ладно, когда пытается Цицулин чего-то с научной, якобы, точки зрения, что-то объяснить. Кстати, сразу, дорогие друзья, вот, ну, Александр Андерсон очень хороший дал разбор, два разбора Цицулина. Посмотрите, я обязательно сделаю, обещал, сделаю, но только позже. Ну ладно, когда он пытается привести и запутать мозги людям, запудрить якобы научные аргументации, правда, там подтасовка фактов, очень хитрые подтасовки, просто на это много времени надо, чтобы это все обосновать. А когда, ладно, вот такую ахинею, просто вообще вот из разряда алогичных рассуждений, выкриков, истеричных выпадов и какого-то внутреннего протеста, который только способен интеллект данного человека таким вот образом выплеснуть из себя, ну, так сказать, смешно и наимно, и для любого более-менее. Это, кстати, такие видео очень хороший тест на разумность людей, но кто пишет, ой, как, Александр, как вы хорошо объяснили, я так рад, ну, это дебил. Ну, и, кстати, это же я мягко говорю, я же не оскорбляю людей, правда? Но ведь, а что, вы скажете, что это не дебил? Ну, тогда давайте так, тогда докажите, кроме ваших, вы знаете, протест, потому что, может быть, вы сам такой, и я мерзавец, значит, коль я так сказал про вас, да? А вы теперь докажите тогда, а почему я не прав, что я называю таких людей дебилами? Ну, ладно бы, которые не поняли аргументацию научную, я не могу назвать таких дебилами, но не каждый владеет понятийным аппаратом, таким стройным мышлением, там, ладно. Но когда тут, например, куриц каких-то, так сказать, гормональных и этого, когда каждое слово сыроиднее тире мяса, паразитов приплел, хотя и так это очевидно, ну, где здесь вот логика? И почему я не прав, называя таких людей, кто не понимает, что, что же несет человек, какую ахинею, все, друг с другом связав, попутав, запутав так, что не распутаешь буквально? И я не могу называть таких людей, кто считает, что это все, он что-то там показал, доказал, не идиотами? Ну, а кем их тогда считать? Или все-таки вам надо сказать, да, я идиот, честному человеку сказать, действительно идиот, действительно дуру свалял. Надо разбираться, надо быть разумным человеком, буду учиться, а учиться-то не хочется. Но мнение свое надо иметь. Этот человек мнение свое высказал еще некоторые дебилы, говорят, секундочку, стоп, он не мнение свое высказал, он как истину в последней инстанции это произнес. Он выше себя считает, ладно бы был выше, ну, ладно бы он был Ломоносов или кто-то, копица там и в своей области, он, да, смеялся бы, просто характер такой был бы, презирал там, это еще хоть как-то можно было понять, хотя с точки зрения человеческой только лишь не хорошо так себя вести, но а если он считает себя абсолютно правым, при этом абсолютно ни одного доказательства не приводя, выпендривается, ахинею несет, пытаюсь быть опять-таки очередным гуру таким, упивается в этом, но надо человека на место поставить. И тех умников, которые успокоились его сладкой лапшой, ну, это же для вашего блага. На модной теме сыроедения нет, мы бежим к дипломированным врачам. Правда? Почему? Потому что это врачи, это люди, которые... Доказал, конечно. Почему к врачам? Потому что это врачи, то есть они знают истину, правда? Врачи, с которой они занимаются вот такой хренью. А вот, они просто хренью не занимаются, и поэтому люди к ним бегут. Да нет, потому что просто у них есть подсознание, установка, если что-то заболело, а я боюсь, то надо идти, чтобы выяснить, и чтобы потом не было хуже. В этом, конечно же, есть логика и здравый смысл. Только совершенно такая же логика в том есть, что если ты врач, человек-врач... Например, я, ну, тысячу примеров в своих сотнях лекциях приводил. Ну, вот тот же врач, который исследовал печень вот этого друга, этого товарища, и анализы брал годы, смотрели за его ухудшающимся состоянием здоровья, и они ничего не могли понять, и только потом, случайно, видимо, попав к какому-то более лучшему врачу, который уже стал думать, анализировать, ну, ничего, не можем разобраться, почему же человеку плохо, и вдруг решил сдать анализ крови на паразитах. Так вот, эти врачи не учи, и, конечно, они хуже знают, чем любой дворник. Да, потому что эти врачи, если бы они были специалистами и лучше бы знали, они сразу же, увидя результаты анализа, должны были бы понять, что у человека паразиты, и уже сдать сразу надо было бы анализы. А что сделали эти врачи, вот те, которые годы не могли понять? Они ничего не сделали, они фактически человека на самотек бросили. Для порядка, для проформы, что называется, посдавали разных анализов, подышать в трубочку, посмотреть, и что? И в результате ничего не поняли, и только потом, годы спустя, что-то осознали, что надо на паразитах анализ сдать. Так вот, я скажу, что если у человека железо низкое, гемоглобин, если дефицит B12, и врач говорит при этом, ну, надо мясо, чего, не важно, что он говорит, но если при этом врач не назначает срочно пройти исследование на паразитов, значит, это не врач. Значит, любой дворник, токарь, плотник знает столько же, сколько этот врач. Ну, терминов меньше знает, но по сути, ничего. Вот поэтому надо изучать логику. Вот поэтому нужно изучать, как говорится, методы приема мышления в нахождении истины, и дедуктивные, индуктивные, и другие приемы. Для этого нужно смекалку, что ли, называется, иметь. Ну, и знания, конечно. Поэтому не все врачи имеют знания сейчас, а логику тем более, и профнепригодных врачей 95%. Ребята, самое простое, мальчики, девочки, гормоны щитовидные железы при сырых продуктах, она отказывает нахрен вообще. Дебил. Вот тут я прям сразу скажу очень мягкое выражение, конченый дебил. Почти отказывает, то есть гормоны не вырабатываются. Идиот, просто идиот. Вот, ну, тогда я могу сказать, дорогие мальчики и девочки, если вы будете есть мясо, вы просто, у вас будет на следующий день разрыв пупка. Вот так вот я скажу, будет абсолютно то же самое. Хотим мы, не хотим. Все. Все, хотим мы, доказал. Доказал. Ну, просто это интеллект. Сыроведение, не вникаю в подробности. Ну, зачем же вникать в подробности, когда и так все понятно? Зачем вникать в подробности, когда хочется другого? Зачем вникать в подробности, когда так хочется вареного, вкусного брюха понабить и радоваться жизни? Организм, в первую очередь, отбрасывает те функции, которые считает ненужными. Логично. Это приводит... А почему же тогда прекрасная потенция у огромного количества сыроедов, если только с дуру человек себя губить чем-то не стал? Ну, собственно, как есть импотенты среди, например, и мясоедов, или нет импотентов среди мясоедов? Я думаю, что такие есть. Тогда нахрена вот эту билиберду нести? Это приводит к фрагидности, к снижению половых гормонов, то есть, естественно, вот этот результат. Концы. Кто хочет заниматься этим, ну, занимается. Чем заниматься? Чем этим заниматься? Импотенции... Кем не хочу доказывать тоже никому не хочу. А ведь ты же не доказал ничего, товарищ дорогой. Если бы ты попытался доказать, ну, не хочет, это уже другое дело. Хорошо, что хоть не хочет. А если бы хотел, вот весь этот монолог, это что, были не попытки, не доказательства? По сути-то они были попытками, но доказательством действительно это не было. Поэтому как бы не хотел этот человек, доказать-то он ничего не способен. Дальше летят суставы, потому что организм... Дальше кишки летят, потом косточки летят, потом ноготки, и потом волосики летят. Потом что летит еще? Может обеспечить из сырых продуктов на длительный срок жизни сохранность вот этих суставов в нужном состоянии. Да, до 20 лет, там, когда, там, миллион лет назад до нашей эры, мы фильм видели. Фильм видели. Вот и все, товарищи дорогие. Вы фильм-то видели? Вот, вы теперь понять должны хоть, наконец-то должны понять, что так питаться нельзя, а надо питаться хартошкой с салом. Нужно питаться и чем еще? Маринованной рыбкой с чем-то еще? Шкварки там это, то себе. Все вот это вкусно и полезно. Потому что мы же умнее природы. Природа-то дура. Такого не создала. А, ну мы-то люди в процессе эволюции умнее стали. И мы-то уж лучше знаем, как надо питаться, чем какая-то мать природа дура. Там хватало, там, до 15-18 лет, пока детей сделали. Там хватало как-то суставов этих внутренних возможностей организма. Сейчас, блин, вот у меня сколько людей занимается по интернету. 30 лет, все, летят суставы. А там что, все по интернету у него сыроеды занимаются? Сам же себе противоречит. Ясное дело, что нет. У него-то занимаются те, кто ест, как он рекомендует. А суставы летят. Вот какая картина интересная. Спокойней с майкой. Спокойней. Она же загрязнится может. Но так же нельзя. Так, теперь как майку можно использовать, коль уж она упала. Но для красоты слова. Знаете надпись на майке? Нет. Два шестицилиндровых мотора. Так, и какая связь вот с этим интеллектом? Переводится. Так. Ребята, не будете заниматься сыроедением. Так. Будете сильны, как механизм, с вот этими двумя шестицилиндровыми моторами. Ну не дебил ли? А вот те, кто сыроедением не занимается, коих 90, там, скажем, 5 процентов, 98 населения, ну скажем, нашей страны, допустим, ну 95, да, допустим. Или там мира, там, скажем, 92 процента, 90. И что, они все сильны, как вот эти два мотора? И почему именно эти моторы, а не, скажем, атмосферники какие-нибудь, движки там? Ну ладно, хорошо, это не так важно. Важно то, что любое средство хорошо для того, чтобы, ну скажем, самоуспокоиться и самоутвердиться. Ребята, не хочу вникать. Кому интересно, могу прочитать вот этот курс. Ну как? В общем, не страдайте фигню. А я бы очень хотел, чтобы он этот курс прочитал. Может, прочтет курс? Может, все-таки попросим, товарища, прочитать курс и научить нас, идиотов, и наших предков, все-таки правильно питаться вареной и жареной пищей. Да еще какое интересно, еще комбинации мне интересны этой вареной и жареной пищей. Не слушайте вот этих специалистов-сыроедов. Да? Я вот такой, какой есть. Ну молодец, слушайте меня. Не слушайте этих идиотов-сыроедов. Слушайте меня. А я-то такой, какой я есть, вот такой красавец, мускулистый, такой голый, в 57 лет Как же назвать-то, вот даже не знаю Как вот таких мужиков назвать, которые из себя красуются, выпендриваются Может он извращенец такой, полу-нудист, полу-какой-то, я не знаю Нет, не интересно, интересно только видеть таких людей, изучать их психологию Вот это интересно И, кстати, даже знаешь наперёд, что они скажут безошибочно Я не ем сырых продуктов Молодец Ну, в принципе, ну как, ешь сырые продукты, ну ешь всё-таки, там ещё чего-то Салатик, да Есть чем гордиться, есть Ну, доходите до маразма абсурда, вот ешь сырое мясо, там сырую святую, ещё чего-то Это почему, даже не вкусно? А, он против этого, ну, можно порадоваться, что он против, я рад, что он против Вот вспомнился анекдот, встречаются два мужика Говорит, блин, ты знаешь, моя жена ярый сторонник сыроедения Вот, вот стала Второй так стоит Ты знаешь, говорит, да, моя тоже ужасно не любит готовить То есть, ребята, тему эту можно мять очень долго, спорить можно очень долго, приводить миллионы фактов за и против Я вот такой, я не занимаюсь подобной игрой Ну, просто красавец Мы поняли, что я уже такой, то есть, этот человек уже такой просто весь Ну, просто, ну, такой рубаха-парень Такой прямо вот просто простой И такой, такой хороший, настоящий мужик такой, который, блин, умный Который живёт правильно Ну, и доказывать он ничего никому не собирается Хотя пытался вот своим отсутствием доказательств доказать чего-то кому-то Ну, так и не смог, наверное Но он считает, что он смог Потому что он вот так вот просто вот По-простому, по-свойски, что называется, таким же, как он объяснил И поддержал их в этом нелёгком деле Вот смотри, мне 57 лет Кому интересно, наберите видео Моя мотивация, подтверждение в общем Отказа от сыроедения Смотрим на моих ребят, на моих девочек Они едят самые нормальные продукты Кто хочет сохранить своё здоровье, как сохранил я Ребята, делаем так, как нас учили лучшие врачи Смотрим на меня, делай, как я Понятно Вот так вот, а голод для лохов Его другое видео Молодец Кстати, да, вот что я хотел сказать Почему-то не сказал Так вот, что тут написали Это врачи-убийцы Я дальше-то промолчал А одна умница, другая Наталья, блин, тоже Наталья Вострикова Что она пишет? А расскажите, как вообще Ребёнок с рождения может быть сыроедом? Вот как назвать такую женщину? Скажите, вот напишите, пожалуйста, в чате Как назвать такую женщину? Ну, если она уже что-то, я так понимаю Видела, слышала, изучала на эту тему И вот видео этого товарища посмотрела Ну, как она может писать? А как вообще с ребёнок с рождения может быть сыроедом? Ну, да ладно, давайте объясним Если это непонятно Молоко материнское пьёт ребёнок Он сыроед с рождения? Пока на данном этапе, да Потом после молока При корме вводят не варёные, перетёртые варёные кашки А тыкву, морковку Морковный сок пополам с водой размешанный Дальше конопляное молочко, например, кунжутное там и так далее Дальше начинаются, так сказать, различные овощи Фрукты там и так далее Вот это тогда в этом случае понятно, что он сыроед с рождения? А как в природе это происходит? Как вообще в природе? Это то же самое, что спросить Расскажите А как телёнок с рождения может быть сыроедом? А как крольчонок? А как там котёнок? Ну вы что, не понимаете, что вы Вот настолько вы погрязли в этом безумии Вот в этом веровании Ещё некоторые, некоторые Называют там сыроедов Ну как любые группы людей Кого они не понимают, с кем они не согласны С сектантами Так вот вы сектанты есть Потому что сектантам присуща безумная Бездумная вера А отсутствует здравый смысл Так вот вы, если такие примитивные вещи не понимаете Что мы живые организмы подчиняемся Тем же биологическим законом Что и все иные живые существа в природе И что сыроедение это не вера, не религия Это тип питания Это не то, что даже тип питания Это просто естественный вариант питания Присущий, предусмотренный в природе Природой для любых живых существ И всё И здесь не надо рассуждать и умничать Что сковородка дала человеку мозги Или там что, так сказать, неандертальцы Это наши предки Которые, так сказать, жили мало Потому что сырую пищу ели И так далее Я просто, знаете Вот там можно придумать То есть ход мыслей Может быть полёт Огромен, длинен, дален Фантастичен И так далее Но это не значит, что, так сказать Вот такими глупостями Можно, ну скажем, успокаиваться Радоваться А ведь всему посылы Какие у вас Вот у всех, кто ищет оправдание Вкусно пожрать Привычно Приятно Вкусно пожрать А что будет потом Неважно И даже если что будет потом Плохое с вами А будет обязательно То вы найдёте тысячу отговорок Так что всему виной Не питание А причём тут еда А другие причины Вон, Доренко сейчас умер По телевизору показывают Ну посмотрите на его внешний вид Посмотрите на И переработал Мучился там За всех работал Как за каменной стеной Начинают чего угодно Нести ахинею Кроме того, что он Посмотрите, до какого стаяни Свой организм довёл Ну, я вот поражаюсь Человеческому слабоволию Глупости, дури А ещё не называя Идиотов идиотами Ну вы что Обалдик Я буду называть Идиотов идиотами Ну а как иначе Помочь этим идиотам Ведь их уже Доводы разумные Никак На ум На разум Не наставят На путь истинный Природный Никак Только встряхнуть Можно ударом Сковородкой по голове Так можно Вот я и пытаюсь Словами ударить Сковородкой по балде Чтобы, так сказать Хоть мозги Может чуть-чуть вправить Ну, это, кстати, действует На многих действует Действительно То есть, получается Так что, почему бы и нет Я ведь для разных людей Нахожу свои разные слова Кому-то одни Кому-то другие И поверьте мне Что я С разными группами Людей общался И мне писали Включая вот таких людей Которые сказали Был дебилом И признаю, что был идиотом Не стыдно мне об этом Я честный человек говорить Да, был дураком Но это честная поступка Я тоже был идиотом В этом смысле Я тоже думал, что это Естественно Пока не задумывался об этом И не понял Что, какой же я идиот Ну, да ладно В общем, давайте так Быть честны перед собой Что бы нам хотелось Мы должны быть сильнее этого Не важно, что нам хочется Мы должны быть Порядочными, честными людьми Перед собой Перед совестью своей И поэтому Мы сейчас еще Этического вопроса не касались Ну, да ладно Только вот связанные Со здоровьем Логикой Здравым смыслом Поэтому давайте Все-таки Так поступим Вы, конечно Присылайте мне Разумеется Те или иные видео Где люди говорят Всякие глупости Чтобы я это разобрал Ну, давайте Поберегите Это уже мое время И подобное что-то Не посылайте Ищите в моих Старых разборках Ведь эти люди Аргументы новые Практически не приводят Все у них вокруг да около Ну, правда, я соглашусь Есть оригиналы Вот как этот Где перекос у него В сторону, так сказать Сыроиднее это мясоедение Все у него палео Перепутал все со всем Достаточно большой оригинал Ну, согласен Таких можно разбирать Ну, и Пожалуй, присылайте Только вот Экстраординарных Каких-то Товарищей Что-то новое Говорящее Приводящее Какие-то новые Якобы доказательства Аргументы Хотя А вы знаете Почему вот сколько вот Разбираю Вот сколько людей Понимают Действительно Какую глупость Эти люди Несусветную Говорят Но почему Их не становится меньше А потому что люди Я говорю Настолько слабы Что, так сказать Логика это Не важно А важно Их брюшное состояние То есть Радость Жизни Воспринимают они Жизнь Как радость Для удовлетворения Брюшных своих Пристрастий Жалко таких людей У кого духовные Не на первом месте Или стремления Идеи Цели Труд Какой-то Созидательный Их Открытия Какие-то И так далее Чтобы принести Пользу Человечеству Может быть Пусть менее Глобальные задачи Но тем не менее Понятно В каком ключе А жить ради Своего Наслаждения Не удовольствия Жить Что Чтобы сиськами Так Трясти Грудями И показывать Какой я такой Крутой И самоупиваться Этим Жалко Такого человека Потому что он Жизнь зря проживает Ну ладно бы сам Но ведь Скольких тянет За собой Ведь люди Слабы Они только ищут Оправданий И находят их В результате Вот в лице Таких товарищей Вот это прискорбно Почему я такие Видео снимаю Ну что ж Дорогие друзья Всего хорошего Я надеюсь Вам это видео Тоже Или не вам Пусть даже Но вашим знакомым Поможет Ну пожалуйста Под этим видео Которое вы сейчас Вот досматриваете По ссылочкам Будут много подобных Посмотрите Покажите им И кстати Рубрику Сосиска в голове Для вот Особо отмороженных Кто несет ахинею Не имея Никакого Логического Мышления Покажите Возможно Им Мозги Это тоже Вправит Ну по крайней мере Вы найдете Доказательства Такие Может быть Которые не находите Что показав Люди И позляться Иногда Это тоже Неплохо На что На свою Дуль Собственную Но не все же Дуракам Хорохориться Надо их И на место Ставить Иногда Это же тоже Неплохо Вполне Неплохо Ну всего Хорошего До свидания До новых Видео До новых встреч